МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Юг». А это значит, что сегодня мы более подробно расскажем о событиях, которые, на мой взгляд, играли немалую роль в жизни моих земляков. Итак, сегодня в программе рассказ о деятельности магнитогорских депутатов городского собрания. Сюжет о системе частных аптек «Урал-Медсервис». Сегодня вашим собеседником будет известный магнитогорский музыкант, педагог Юрий Павлович Варфоломеев. Сегодня же мы предпримем робкую попытку приподнять пошатнувшуюся была репутацию Сбербанка России. И завершит нашу программу сюжет, снятый нами во время последнего Кубка чемпионов по легкой атлетике, который был разыгран в Магнитогорске. На третье заседание городского собрания было вынесено 10 вопросов, среди которых главные – отчет комиссии о работе над уставом города, о мерах по обеспечению своевременной выплаты пенсий, пособий и зарплаты, о программе развития общего и среднего образования в Магнитогорске до 2000 года. Подробные отчеты о работе этого заседания уже опубликованы в городских газетах и прокомментированы Магнитогорскими теле- и радиообозревателями. Поэтому наша задача сузилась до необходимости простого знакомства с народными избранниками. Вы помните прежний горсовет? Вы чем-то отличаетесь? Значительно. Я прямо скажу, что нынешний состав городского собрания по уровню подготовки, по желанию, по общественной активности, во всяком случае не уступает, а по многим позициям значительно превосходит уровень подготовленности или возможностей наших советов. Это бесспорно. Среди ваших коллег есть люди, которых можно отнести к категории, и, помните, говорили, сатирики, говорили, одобрямцы. Пока я не вижу. А вы сами же наблюдаете за работой нашего собрания. Практически ни одного пустого предложения для того, чтобы засветиться на экране или там отметиться галочку, что выступил, я не вижу. Почти две трети магнитогорских депутатов, а всего их 31, представлены рабочими коллективами промпредприятий. Доминирует здесь металлургический комбинат, который предпринял весьма эффективную попытку образования в депутатском корпусе промышленного лобби. Именно это позволило избрать председателем собрания бывшего начальника крупнейшего в городе управления промжустрой ММК Федора Мухамедзянова. Федор Абдулович, за окном идет снег. Я знаю, что для мэра города это проблема, а для вас? Для нас тоже это проблема. Мы вместе с мэром работаем и над проблемами снега, и над проблемами заработной платы, и над проблемами невыплат каких-то, и над проблемами строительства жилья в городе. Все вместе отрабатываем вопрос. Я уже говорил о том, что и нас выбрали, и главу выбрали, и выбрали избирателей. Мы на них должны работать тоже. То есть, если бы зарплата была вовремя, то пусть снег идет и в июне, правильно? Конечно. Ну, в июле неинтересно. Надо на Урале, чтобы пораньше лето наступало вообще-то. Вы сильно потеряли зарплату? Конечно. Как это сказывается на бюджете вашей семьи? Три раза. Ну, мы живем вдвоем с женой. Супруга вам сразу дала добро? Нет. Много было вопросов и замечаний. Вы их предусмотрели, да? Пытался, но она и сегодня не дает, в общем-то, добро на эту работу. Потому что с 7 утра и до 9 вечера каждый день приходится работать. Прежде у вас были объекты, были деньги, была ответственность. Вы могли строить, не строить, но отвечать приходилось конкретно перед заказчиком, перед комбинатом. Сейчас ответственности нету. Кто с вас спросит? Сейчас неправильно. Сейчас еще больше ответственности. И мы должны отрабатывать таким образом вопросы, чтобы те чаяния, те проблемы избирателей, которые имеются в городе, то есть избиратели доверили той и другой власти все, и собственность, и жизнедеятельность избирателей. Поэтому мы должны работать на избирателей. Два профсоюзных лидера, двое рабочих, столько же предпринимателей. Двенадцать человек, руководители и специалисты, четыре врача, пять преподавателей, один работник УВД и один журналист. Так можно обозначить профессиональный состав собрания. Безусловной удачей для депутатского корпуса, а значит и для всех моих земляков-магнитогорцев, можно считать наличие среди народных избранников начальника правового управления АО ММК Любови Гампер и директора магнитогорского филиала промстройбанка России Александра Грабовского, высочайших в своем деле профессионалов. И еще одна примета времени. В собрании появились люди, уже достаточно веско сказавшие о себе, как общественные деятели, работающие по воле сердца и души на ниве благотворительности. Я пришел в городское собрание работать. Сто дней позади, за эти сто дней сложно какую-то картину городского собрания нарисовать. Даже мне сложно, сложно мне даже осознать, это я представлял или не это. Может быть и хорошо, что собрались люди разные. И учителя, и врачи, и коммерсанты, и предприниматели, и начальники всех мастей. Это может быть и хорошо. Каждое свое мнение. Ведь город у нас, нельзя сказать, что одни металлурги, или одни строители, одни врачи, одни учителя. Город разный, и поэтому собрание должно быть разным. А вот в этом-то искусство, может быть, чтобы это разное собрание нашло какой-то компромисс, какое-то разумное решение приняло. Вы знаете, вот вообще я за собой, в основном, избирателей чувствую в большей степени почему-то обездоленных. Потому что, может быть, с ними приходится больше всего встречаться, общаться, когда встречи проводятся с избирателями. Поэтому как-то прежде всего и больше всего голова болит за них. Это голова болит за них и когда на встрече с избирателями, и в то же время, когда принимается какое-то решение в самом собрании. Потому что те, у кого дела получше, в каком-то материальном плане, финансовом, те люди и сами могут сейчас из себя постоять, себя обеспечить и просто-напросто прокормить себя. А в большей степени меня волнуют те, кому сейчас тяжело. Это пенсионеры, студенты. Фамилия Матвичук на слуху всегда была в городе. То есть, когда вы не были депутатом, не имели статуса, вы были как бы депутатом. Потому что к вам народ шел толпами за помощью. Я имею в виду вопрос главный. Вот, может быть, и не нужно было статус обретать. Все равно вы работали именно в этой вот плоскости. Этот статус мне нужен для решения некоторых вопросов. Но когда человек депутат, уже решение будет вопросом намного легче. Это вопрос касается какого-нибудь бюрократического чиновника. Ну и что-то подобное этому. Это первое. А во-вторых, я не хотел бы сказать, что здесь на заседаниях я теряю время. Во-первых, решаются насущные проблемы для города. Это во-первых. Во-вторых, я учусь. Здесь есть общение с людьми, с которыми я могу мало где пообщаться. Поэтому мне это очень интересно и нужно. И польза это есть. И мне, и городу. А сейчас я хотел бы ваше внимание обратить на такое явление в нашей жизни, как частные аптеки. В полумиллионном Магнитогорске существует целая сеть аптек и аптечных киосков, которые приобретают и продают лекарства. Конечно же, они конкуренты государственному аптеку управлению, которое просто по рукам и по ногам связано с централизованными поставками лекарств и навязанными же центром ценами. Но нам с вами все равно, когда мы приходим в аптеку, если лекарство имеет сертификат качества и стоит дешевле, чем государственное, то мы купим, конечно же, именно его. Итак, Урал Медсервис на правах рекламы. Урал Магнитогорске Всегда пользуюсь этой аптекой, именно этой. Потому что я живу рядышком здесь, мне до пенсии немножко осталось. Аптека выручает? Выручает очень хорошо. У меня и мать больная дома, и жене тоже. Акцены вас устраивают? Ну что сделаешь? Кого они сейчас устраивают? Лекарство здесь дешевое, хорошее. Да. Вы не устраиваете? Да, я живу далеко, за городом. Сюда вот приезжаю к дочери и захожу. Я здесь прописная. Рядом живу, и то и дело сюда бегаю. У нас устраивает сервис, ассортимент? Устраивает. Самая дешевая аптека. Можете, как называть, категорию покупателей в этом направлении? Все берут. И сердечники, и антибиотики, и детства здесь много, очень много всяких больных. Вот такой разговор состоялся у нас в одной из Магдагорских аптек по адресу улица Труда, 35. Фирма «Уралный Цервис», получившая лицензию одной из первых в области еще в неюбре 93-го года, за это время сумела о себе заявить в полный голос. Ребенку нужно было лекарство, в аптечной сети его не было. Пришлось самому узнавать, где это лекарство производится, и из завода привез своему ребенку, привез в аптеку. Ну и после этого стали заниматься сначала аптомами, поставками медикаментов в город, ну а теперь у нас моя розничная аптечная сеть. И поставляем пока для себя и чуть-чуть и больных. Семь аптек и аптечных фиосков «Уралный Цервис» расположились в основном в новых микрорайонах города. Вот этот, к примеру, фиоск по адресу переулок Сиренево-20. Чуть ли не единственное место в этом районе, где можно купить лекарства. Ближайшая аптека расположена по адресу Сиренево-12, 102-я аптека. Но в настоящее время ведроорганизация, она закрыта, и закрыта очень давно. Единственная аптека на весь микрорайон? Выходит так, что мы единственная аптека на весь микрорайон, и ближайшая аптека, 53-я. Это ехать автобусом две остановки отсюда. Не все согласны ехать туда, не все имеют возможности ехать. Загрузка большая? Очень. Конечно же, Урал Медсервис не обладает пока возможностью удовлетворить покупательский спрос на все стопроцессы. Бывает и так, что люди уходят из аптеки, не купив то, что им необходимо. Для вас имеют значения частные аптеки или государственные? Да, имеют. Мне кажется, здесь получше выбор. Во всяком случае, с другой стороны, то, что я ищу, я не могу найти. У меня сейчас ребенок, я не могу найти для него витамина. Да, так что извините. У вас витамин Д есть? Нет, да? Вот видите. Людмила Витальевна, вот только что девушка оказалась лопом и с плохим настроением, нет витамина Д. Как будет? Будет витамин Д. Какой? В скором времени машина на подходит. Обязательность. Вот главное условие работы в Урал Медсервисе. Будьте уверены, уже через несколько дней витамин Д появится в этой аптеке по адресу Советская 143 и не только в этой. Если вернуться назад на 3 года, на 4, действительно, тогда проблема была купить тоже стекловидное тело, тоже ледазы. Сейчас можно не только препараты, которые ищешь, но много еще аналогов появилось на лекарственном рынке. И в целом ассортимент стал очень, по крайней мере, в частных аптеках. Особое внимание работники Урал Медсервиса уделяют препаратам, изготовленным из лекарственных трав. Они дешевле, абсолютно безбредны и могут служить аналогами заборских, дорогостоящих и остродефицитных лекарств. Преимущество домашней аптеки, я считаю, в том, что все-таки постоянно люди одни и все сюда приходят. И, в общем-то, их проблемы становятся моими проблемами. И в основном, когда приходят и уже говорят, что вы наш лечащий врач. Наталья Андреевна не лукавит. Она заведует, ну, скажем так, домашней аптекой. Кстати, это самая первая аптека в злом доме в системе Урал Медсервиса. И за 4 года работы жильцы дома по адресу улица Домичек, 11-22 и домов, расположенных рядом, стали не просто постоянными покупателями. Здесь они могут получить квалифицированную медицинскую консультацию. Во-первых, за счет того, что у нас организованы прямые поставки от производителей, мы сегодня сотрудничаем с порядка 10 фармацевтическими предприятиями, производителями фармпродукции. И поэтому нет между нами и нашими аптеками посредственного звена. То есть мы уже сами регулируем оценку, сами планируем прибыль, которую мы можем при этом получить. И вот за счет этого, наверное, и ассортимент хороший, и за счет этого, наверное, и цена более-менее приемлемая для больных. Контакты у вас есть с челябинскими предприятиями фармацевтическими? Да, у нас заключены договоры с челябинским химфармзаводом, это Полифарм, с Копейской фармфабрикой, откуда мы привозим мази, настойки, со всеми предприятиями, которые в Челябинске мы работаем. А это также оригинальное решение вопроса. Отличный киоск по адресу улица Правда, 13, расположился в арочном помещении дома, где магазин «Счастье». На бойком месте, возле ярмарки у городских курантов, дела по Уралной сервису пошли так хорошо, что было принято решение открыть еще одно окно рецептара. Директор всегда переживает, когда очередь у окна, а вот с открытием второго окна у нас очереди нет. А когда вы ходили в космарскими средствами, аптечные, жалели? Сильно, мучились, переживали? Да, конечно, переживала сильно, потому что я все-таки 20 лет в той системе отработала, перейти совсем в другую систему, конечно, было тяжело. А сейчас не жалеете? Ну, трудно что-то сказать. Ну, нет, если одним словом, то нет. Итак, аптечная сеть Урал-Ведсервиса за 4 года своего существования сумела зарекомендовать себя очень хорошо. Есть, конечно, проблемы, например, обучение кадров. Учеба в специальных учреждениях – дорогое нынче удовольствие. Поэтому специалистов готовят на выездных курсах вузов Тюмени, Тюмени. Одним словом, находят выход из ситуации. И так во всем. Люди, работающие здесь, хотят, чтобы у магнитогорцев словосочетание «Урал-Медсервис» означало только одно – это солидная фирма с безупречной репутацией. В магнитогорске на днях прошел региональный фестиваль исполнителей на духовых инструментах. И в рамках этого фестиваля отмечался юбилей замечательного педагога, музыканта, доцента магнитогорской государственной консерватории Юрия Павловича Варфоломеева. 40 лет назад он впервые взял в руки кларнет. КОНЕЦ Говорят, что в 60-х вот так на кларнете не играет никто, по крайней мере в магнитогорске и даже в нашей области. Это Варфоломеев Юрий Павлович, доцент магнитогорской консерватории, человек известнейший в мире классической и эстрадной музыки на Урале и его окрестностях. Меня с ним связывает многолетняя дружба, начало которой было положено еще в 60-е, когда его джаз играл на танцплощадке во дворце культуры строителей. Тогда его, конечно, за глаза все уважительно назвали Тхэча. Что означает это слово, я не знаю до сих пор. Тхэча. Очень приятно. Вроде вовсе недалече, 20 лет или 3 часа, но служил ты в ДКСА. Да, точно. Но потом сменил пенаты на училище палаты. Впрочем, где бы ты ни трудился, ты для музыки родился. Серьезнейший педагог, истово служащий ее величеству музыки. Варфоломеев не велеречив. Длительные монологи, читаемые с кафедры безусом музыкантом, не его стихия. Ученики уважают в нем его талант. Им просто тепло под зонтиком его внутреннего обаяния. Потому что он юн душою. А его всегдашняя готовность к шутке, розыгрышу просто поразительна. Даже место для записи этой беседы мы выбирали, как говорит нынешняя молодежь, прикалываясь. В одном ряду с великими это, конечно же, здорово, но скучно. И он спрыгнул в пьестало. И во многом потому, что он в душе хэча. Меня звали очень милый, меня звали хэча и лентяй. Да, потому что хэч называется ленивый, а на самом деле я вид, какой неленивый. То есть все зависит от ситуации. А ситуации, они необходимы всякие в жизни. Потому что жизнь прожить, это не поле перейти, как говорится. Это как говорят, что такое семья или любовь. Это вечные споры, вечные разгадывания, вечные отгадывания. И когда эти споры заканчиваются, кончается и семья, и любовь, и все что угодно. Так и музыка. Если ее не будешь постоянно изучать, развивать, то на этом все заканчивается. Вебер – это одно из произведений раннего романтизма. И оно написано в таком стиле, потому что сам композитор играл на этом инструменте. И он для этого инструмента представил сочинение в таком плане, где можно выразить все возможности инструмента. От или слышимого пианистера до фортистера. От всех его религистов. Это не есть желание садгинальничать? Это нет. Это сочинение. И на этом сочинении, именно в его характерном стиле, в его, так сказать, конкретном жанре, все кларнетисты, начиная от Мала до Велика, проходят именно школу кларнета. Живется доценту Варфоломееву, в городе, где он родился и вырос, и откуда он уезжал только на учебу в Новосибирской консерватории. В общем-то, неплохо. Досужие разговоры о художниках, которые только голодными способны по-настоящему творить, звучат нынче как издевательство. Но даже на эту тему Варфоломеев может говорить с юмором. Хочу тебя заметить, Андрюш, что мой юбилей 60-летний, это будет в апреле, а я сейчас справляю не свой биологический год, а я отмечаю творческую деятельность. Дома будет, конечно, день рождения. И там будет и банкет. А денег-то хватит? Вообще, ты богато живешь, нет? Я, наверное, живу как все. Плохо, то есть? Ну, сказать и плохо, и хорошо, нет. Ну, как все. Не выделяясь ничем. И туго, и бывает хорошо. Ну, раньше просто я знаю, что можно было прийти к тебе домой и при 120 рублях зарплаты увидеть полный холодильник. Хотя магазины были пустые, а сейчас как? А сейчас при миллионе открываешь пустой холодильник. В магазинах все есть. А в магазинах все есть. Смысл и суть работы любого педагога, конечно же, его ученики. У Варфоломеева дело это, несмотря на почти стопроцентный успех, не поставлено на поток. Такого уровня музыканты всегда товар штучный. И вдвойне дороже, если инструментом овладевают представительницы прекрасного пола. Юрий Павлович, что тебе дороже? Официальное признание в виде званий или признание друзей? Признание учеников, которых просто тысячи по миру разбросаны? Конечно, не главное. Хотя имеет какую-то сторону медали, Но главное это признание учеников, товарищей, друзей, родственников, можно сказать. То есть те, которые не лукавят, а говорят чистую правду тебе в лицо. То есть, если ты, например, сыграл плохо, они не будут лукавить, говорят, что ты хорошо сказал. А кто будет хорошо, тот называется тебе недруг. А тот, кто говорит правду в лицо, вот это и есть настоящий истинный друг. Какая бы правда ни была, вот это и воспитывает музыканта. Магнитка одарила меня радостью общения с целой плеядой блестящих музыкантов. Это и Вадим Киселев, вечная ему память, Иван Капитонов, Роман Хатипов, Юрий и Леонид Писаренко, и, конечно же, Юрий Павлович Варфоломеев, от упоминания имени которого становится на душе теплее. Но сейчас из мира музыки я хочу вернуть вас вновь в деловую сферу. Разговор у нас пойдет о сберегательном банке России. Вернее, о его Магнитогорских филиалах, Пробережном и Ленинском. Для вас есть разница между Сбербанком, Промстройбанком, Челленбанком? В принципе, разницы нет. Могут надуть что тут, что там. Просто выбрали этот банк, и все сюда пришли, как Сберкасса. Как вы относитесь к Сбербанку? Да нормально вроде. Проценты, конечно, маленькие сейчас очень даже. Конечно, обидно. Вы доверяете Сбербанку? Обязательно, а как же не доверять? Есть деньги на вкладе в Сбербанке? Да, есть. То, что недавно процентные ставки снизились, это вас не ударило? Да как же не ударило? Вот я вам прочую и толкую, что не надо бы это снижать. Хоть для пенсионеров бы и то, ладно. Для работающих-то не знаю как, но уж наше время прошло. Меня удовлетворяет деятельность Сбербанка в нашем городе. То есть доверяете? Ну почему бы нет? Да. Вот на таком разноречивом фоне проходило годовое отчетное собрание управляющих филиалами Сбербанка, Ленинского и Правобережного районов Магнитогорска. С одной стороны, снижение процентных ставок, объявленное месяц назад Москвой, говорит о стабилизации на рынке ценных бумаг. А с другой, какое, казалось бы, дело простым людям-вкладчикам до этого рынка. Они отдали свои небольшие, как правило, деньги Сбербанку и надеялись, что их надежно защитит государство. А что в итоге? За разъяснениями мы обратились к одному из компетентнейших, на наш взгляд, людей в системе Сбербанка Монтогорска Олегу Анатольевичу Вайтману. По 1996 году общая статистика по России это отток вкладов граждан из системы коммерческих банков в систему сберегательного банка России. То есть да, есть, конечно, определенное снижение остатков, например, в системе Сбербанка, но в целом, если брать всю банковскую систему, то Сбербанк здесь сохраняет достаточно прочные позиции. Поскольку именно тот человек, который не склонен, так скажем, к условно рискованным инвестициям, вкладывать в систему коммерческих банков, то исповедует принцип, пусть будет доход меньше, но наверняка. Это клиент Сбербанка, таких сегодня в России у нас большинство, поскольку печальный опыт 1994-1995 года, люди обожглись на финансовых пирамидах, на ряде неблагонадежных банков. Конечно же, главная задача Сбербанка, клиентами которого являются люди, скажем так, небогатые, остаться надежным партнером для этих людей. И с ней до сих пор он успешно справляет. А с другой стороны, любой банк, если он не аккумулирует новые идеи, стоит на месте, как правило, обречен. В Магнитогорской системе Сбербанка есть люди, способные к восприятию новых правил игры, диктуемых временем. Честность и компетентность – вот два условия, без которых нельзя иметь банковскому работнику высокую репутацию. Об этом, кстати, и шел разговор на встрече Олега Вайтмана с заместителем главы администрации Магнитогорска Александром Анатольевичем Аляевым. Монофункциональность, всеориентированность на вклады граждан, физических лиц. Сегодня к этим операциям, спектр которых необычайно широк для Сбербанка, поскольку традиционно добавляются операции, услуги и банковские продукты, потребителями которых выступают юридические лица, предприятия самых разных форм собственности. Реализуя эту направленность, вот именно Ленинское отделение идет, я бы сказал, навстречу всем потребностям, инвестиционным именно потребностям, поскольку банковское учреждение, структур, реализующих по большей части свои намерения на рынке услуг и продуктов для конечного потребления, то есть для граждан. Поскольку, на мой взгляд, именно эти предприятия, те, кто реализует товары, услуги, по большей части для населения, они займут доминирующее положение на рынке в недалеком будущем. Как правило, это предприятие малого и среднего бизнеса. Вы находитесь в жилом доме, ваше отделение, вы могли бы стать, допустим, ну, неким подобием домашнего банка? Может быть, мы и есть какое-то подобие, потому что, как правило, вкладчики в основном вот своего района приходят, многих мы действительно знаем, особенно кто постоянный, вот переводят люди пенсию, что, естественно, мы уже их и в лицо знаем. На Западе человек рождается, для него главный это банковский агент, адвокат и личный врач, да, кто его окружает. Как нам-то быть? Как нам объяснить людям, что, в принципе, можно, имея нормальный доход на производстве, на работе, можно его увеличить с помощью небольших таких простых и законных банковских операций? Мы должны, скажем, работая на этом рынке, переориентировать информационное его обеспечение. То есть, стать ближе, понятнее и доступнее клиенту, каждому гражданину. То есть, вопрос этот вчера еще не стоял, поскольку информационный доход был достаточно высок по вкладам граждан, и он всех устраивал. Сегодня он не устраивает, и если вкладчик при принятии решения уже ориентируется не на проценты, то нужно ему давать какую-то дополнительную информацию. маленький кусочек банка семейный, то есть, чтобы в каждом квартале или в одном на два, на три был маленький филиал, который бы оказывал весь спектр банковских услуг. Вот родился человек, он растет, взрослеет, учится, идет на работу, и все то, что ему нужно от банка, он должен получить это непосредственно, где-то рядом, или с местом работы, или с местом проживания. То есть, это задача завтрашнего дня, и именно Сбербанк, как никакой другой банк, подходит лучше для реализации этой идеи. Вас никогда Сбербанк не подводил? Пока еще нет. В последнее время хорошо стало работать банк. Было время, когда были сбои в работе. Сейчас я довольна работой. После того, что сделали складами населения люди, отвечающие за реформирование экономики России, очень трудно вернуть доверие к любому учреждению, принимающему вклады от населения. Главный удар на себя принял, конечно же, Сбербанк. И его насущная задача сегодня каждодневно делами доказывать свою способность вернуть это доверие. В Магнитогорске был разыгран Кубок чемпионов по легкой атлетике. Наш материал не претендует на обстоятельный спортивный репортаж. По жанру, скорее, это сентиментальные размышления об увиденном. Видимо, это всегда бывает так, когда встречаешься со старыми друзьями. Значимость этого события в спортивной жизни Магнитки трудно переоценить. И навряд ли большинству из вас интересны чисто спортивные достижения легкоатлетов, которые съехались на Магнитку из пяти Урала-Сибирских областей и двух республик. Важен сам факт. Традиционные всероссийские соревнования, Кубок чемпионов на призы грандах мирового спорта Леонида Масеева, Тамары Сорокиной, Валерия Спицына со спальнями. Несмотря на трудности и, прежде всего, финансовые, традицию ломать не пришлось. Значит, что-то в нашей жизни налаживается. Есть свет в конце тоннеля. Я не по долгу службы, а больше по зову сердца, потому что я бывший действующий спортсмен и я бы не сказал, что я бывший, но еще и действующий, потому что не забываю спорт, постоянно, значит, стараюсь быть в курсе всех дел. Он пытается идти на рекордный результат. Но, правда, я думаю, это и будет тяжело ему сделать, потому что неделю назад он прошагал дистанцию в четыре раза длиннее 20 километров на чемпионате России в городе Сочи, где занял девятое место. Ему немножко не хватило до норматива мастера спорта международного класса. Поэтому сейчас, наверное, уже усталость сказывается. Вы способны сделать паузу для Челябинского телевидения буквально в одну минуту. В чем смысл и суть этих соревнований? Смысл этих соревнований в том, чтобы после вот такой, ну, скажем, ямы, что ли, которым оказалась легкая атлетика и спорта, и вся наша страна, вот, я вот часто вижу, что наметилась какая-то стабилизация. Особенно, ну, вот, по крайней мере... Яма не прыжковая? Нет, яма не прыжковая. Просто сейчас я вижу, что какие-то ростки появились, очень интересные, в спорте, в легкой атлетике какое-то началось движение. Радость общения – дар на сегодняшний день и то, что люди, которые радовали своими достижениями много лет подряд за отечеством, смогли собраться вместе – это тоже рекорд и ниже Олимпийского. Команды, без которой нам не жить, сегодня, к сожалению, нет. У каждого свои заботы, зачастую со спортом и с ягодами. И то, что сегодня они смогли встретиться и, образно говоря, молча постоять, положив друг друга в руки на напряженные плечи. Дорогого стоит. Мне бы хотелось, чтобы вы, как истинные рыцари, со мной согласились. Тамара является бы пример того, что можно сделать человеком профессиональный спорт. Она по-прежнему юна и красива, правда? Абсолютно. У меня нет слов, я согласен, и она мне очень симпатична. Мы воспитаны совсем по-другому, чем это поколение. Мы были какими-то патриотами. Если когда играл гимн, то у нас тряслись, например, колени, и текли слезы. Если, например, мы выступали за Магнитогорска, говорили, у нас такой патриотизм был, что, ну, ты что, мы из Магнитогорска. Поэтому мы всегда преданы. Ну, мы с Леонидом Николаевичем остались преданы своему, не Магнитогорску, а Челябинску. Все-таки это свой город. Не уехали же никуда. Никуда нет разницы между теми городами, по-моему, да? Нет разницы. Разница в том, что это наш дом. Существует такое понятие, как слезы родниной. А есть в мире спортивном понятие слезы казачковой? Дело в том, что это заслуга фоторепортеров, что они успели схватить слезы родниной. А слезы у спортсменов у всех, которые бегают и добиваются больших побед. Они есть у всех. Я бы очень хотел, чтобы появилось такое понятие, как слезы спицына. Да, это, по-моему... Счастливые слезы. Да, это слезы счастливые. И это в большом спорте. Да, я думаю, что и не только в большом. Это слезы каждого есть такие. А вообще, на моем веку, в коротком спортивном, были такие моменты, поэтому я хотел бы, чтобы еще повторилось. Это те самые слезы, которых не нужно стыдиться, да, люди? Вы знаете, есть слезы видимые и есть невидимые, когда просто плачет душа. А слезы – это слезы гордости, то есть за тех людей, которых ты знаешь, которых ты уважаешь, которых ты любишь. То есть ты делаешь им праздник. И это может быть, ну, когда минутная, секундная слабость, но это не слезы, там, разочарование, это слезы радости. И я думаю, что дай Бог, чтобы они были чаще. Не претендуя на широту охвата, которая возможна лишь при трансляции с помощью идти как минимум камер, хотим, применив метод теленаблюдения, показать накал борьбы в сектор для прыжков в высоту. Соревновались мужчины, настоящие, хотя нашим землякам, магнитогорцам, Леши Федоровы и Илюши Загузины. Кстати, запомните это имя. Всего 17 и 16 лет за ответственность. Когда остальные участники, надев костюмы, перешли в разгар битвы, началась плавная борьба. Те самые мгновения, за которые мы ведем спорт. Подогревало интригу то, что именно эти два спортсмена на недавнем чемпионате России в Липецке выступали за нашу челябинскую область. Алексей, не дотянув до своего личного рекорда 5 сантиметров, занял четвертое место, а Илья – 17-е. Так же не выказав своих истинных возможностей. На сей раз удача улыбнулась обоих. Федоров, перепрыгнув 2 метра, стал чемпионом. Загузин, уступив ему 5 сантиметров, был старый. Жаль, что вас не было с нами. И не только всех, кто это любил. Этот вечер в манеже АО ММК был прожественен. Не только потому, что эта фигурка бегуна, подаренная Левитом Массиевым, похожа на древнегреческого бога. Атмосфера братства, которая возможна только между людьми, пережившими вместе целую эпоху, больше не имеют беду. Каждый из них был сродни Олимпийскому богу. Каждый держит память и миг, когда от его силы и воли зависит фестиж великой державы. Фестиж нации это ракеты и олимпийские медали. Цитирую Роберта Кеннеди. Ракета у нас поубавилась, о чем нормальные люди не жалеют. А вот медали ничего, наверстает. Все у нас впереди. Сами в велике. Наша программа завершена. И прежде чем по традиции пожелать вам успехов в хороших делах, я хочу поздравить вас с наступлением настоящей весны. Но как грозное предупреждение о возможных природных катаклизмах видеозарисовка Алексея Челейкина «Снег в городе». Конец марта. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин